так друзья я собственно говоря привожу встречу для новеньких тех которые недавно зашли чтобы вы понимали что это за проект как он работает куда вы попали где ваши вещи значит суть проекта заключается в том что это просто-напросто супермаркет киркет услуг ребята которые уже стали нашими партнерами вы принципе можете уже все это слышали может быть подготовить и какие-то вопросы текущие которые могут быть так в общем рассказ идет для тех людей которые недавно зашли мы сейчас начинаем готовиться к рекламной кампании мы протестировали рекламу в тик токе принципе оттуда неплохо пошел к нам люди пошли и скоро мы будем еще увеличить поток то есть уже нас до старта рекламной кампании как минимум остался месяц полтора не больше за это время мы должны подготовиться протестировать наши приложения на android iphone протестировать сайт чтобы к старту рекламной кампании у нас все работало ну а теперь к той теме который мы начинаем значит суть проекта в чем заключается что есть такое понятие как вокруг нас миллионы людей которые оказывают услуги это люди которые оказывают услуги разными способами руками ногами мозгами с помощью инструментов и с помощью транспорта и этим людям им нужны заказы то есть им нужна работа по сути особенно сейчас когда человек жил в одном городе а переехал в другой клиентов потерял и заказы ему нужны для того чтобы зарабатывать а тем людям которые нужны услуги нужны сервисы поэтому мы запускаем такой сервис который позволяет очень быстро найти сравнить и выбрать любого специалиста и самая главная кнопка нашего сервиса это найти услугу работает она очень просто вы сейчас секундочку еще сюда указываете место свое положение вот здесь адрес меняется куда бы не передвинули адрес меняется можно просто написать адрес можно передвинуть это первый шаг и второй шаг выбираете услугу которая вам необходима ну проще всего это сам тех вот допустим аварийный выезд сантехник и приложение показывает сразу всех сантехников которые находятся недалеко от того места где вы находитесь собственно говоря вот это и весь сервис он простой как сибирский валенок вы просто напросто указали местоположение выбрали одну из 500 услуг и гораздо больше и мы вам тут же показали всех специалистов которые находятся рядом с вами вы их выбираете по расстоянию можете на карте выбрать любого из этих людей или же прямо здесь вот в списке вот вся суть нашего проекта то есть мы говорим о том что где бы вы ныне ходились вы когда у вас случилась какая-то ситуация когда вам понадобится какой-то специалист кондиционер отремонтировать там такси заказать ногти покрасить собачку постричь сантехник электрик мастер в общем их очень-очень много вот таким способом находится ну и вторая кнопка очень важная в этом проекте это создать услугу то есть любой человек который умеет оказывать услуги он может зарегистрироваться в нашем проекте причем не в одной категории а в нескольких категориях он может зарегистрироваться водителем такси например может зарегистрироваться человек который разрабатывает сайт и для того чтобы зарегистрироваться здесь у вас будет кнопочка добавить услугу выбираете любую из этих категорий где вы являетесь специалистом организация праздника образование курса логистика и так далее и проходите регистрацию регистрация очень простая после регистрации когда вы это все заполняете давайте я попробую вам показать это как все вот компьютерная помощь вот здесь нужно указать адрес где вы оказываете услуги указать свой телефон по которому вам будут звонить клиенты описать свою услугу добавить до четырех фотографий примеров своих работ нажать кнопочку продолжить и вы регистрируете в системе все очень просто то есть есть люди которые оказывают услуги они могут здесь зарегистрироваться вот тут тоже все просто найти услугу и создать услугу все просто и самое главное что этот сервис востребован людьми я почему так говорю потому что я переговорил с очень большим количеством когда этот проект делал чтобы понимали я этот проект создавал довольно таки долго от идеи до реализации прошло определенное время здесь не было такого что вот знаете так щелкнул сразу раз и появилась тут надо было думать делать переделывать то есть идти к людям спрашивать еще раз думать еще раз делать еще раз переделывать ну конечном итоге мы вышли вот на этот дизайн на это юзибилити я надеюсь что это удобно пользоваться этим сервисом вот параллельно мы сделали такие вещи как приложение на android iphone вот здесь вот в нижнем левом углу у нас есть возможность нажать на кнопочку вы попадаете на apple store здесь можно сказать приложение или же на android можно скачать приложение то есть мы выпускаем четыре вещи через которые люди могут найти услуги это сайт через сайт можно найти через веб-версию сайта через android приложение скачать через iphone и у нас еще будет работать колл-центр когда мы будем рекламировать наш продукт наш сервис мы будем рекламировать еще и все телефону по которому можно будет позвонить потому что не у всех людей есть интернет не у всех людей есть возможность поставить приложение на android iphone есть люди у которых есть обыкновенный кнопочный телефон для них будет специальный телефон общий по которым они позвонят там в колл-центре будут девочки сидят принимают звонки и человек просто звонит говорит мне нужно такси там допустим или мне нужен сантехник или мне нужен какой-то другой мастер и девочки будут обрабатывать эту информацию и предоставлять возможность то есть или вы сами можете это сделать через приложение или сайт или же через колл-центр вот вся суть проекта простая как я не знаю что но для того чтобы рекламировать этот проект необходимо проводить полноценную рекламную кампанию рекламная кампания это дорогое удовольствие поэтому мы создали партнерскую программу прошу прощения у кого-то включен микрофон выключите пожалуйста очень слышно алле у кого там птички поют выключите пожалуйста так значит партнерская программа что такое партнерская программа это не что-то такое нами изобретенное это уже рабочий рабочая вещь она работает в таком сервисе как убер может быть кто-то слышал про убер это серьезная компания которая работает во многих странах точно так же и мы будем претендовать на то чтобы запуститься во многих странах и там есть партнерская программа вот я открою вам сайт вот партнеры убер в польше вот видите сколько партнеров там есть у партнеров есть свой кабинет и они там зарабатывают на сегодняшний день деньги каким образом они зарабатывают только на водителях такси то есть в кабинете партнера есть он привлекает водителей такси в убер 5 человек 10 человек 15 человек 20 человек как человек поработает и таким образом получает возможность зарабатывать на этих водителях каким как это происходит заработок когда водитель такси получает через кубер заказ от клиента он его выполняет и платит уберу процент а партнер получает там от 3 до 5 процентов комиссии с каждого заказа и партнер убер в своем кабинете видит сколько заказов сделал этот водитель на какую сумму там сделать сколько он заработал с этого заказа точно так же и партнеры нашего проекта будут зарабатывать у нас единственное чем отличие от убера что мы зарабатывать будем больше больше по двум причинам первое что убер платит от 3 до 5 процентов комиссии партнером а мы будем платить 24 процента это первое и база с которой партнеры могут зарабатывать у нас гораздо больше потому что в убер партнеры зарабатывать только на водителях такси а мы можем зарабатывать абсолютно на всех людях которые оказывают услуги и тут возникает вопрос а интересно ли исполнителям платить деньги сервису чтобы вы зарабатывали ну то есть не будут ли они обижаться на то что кто-то на их заказах зарабатывает так будем говорить вот так правильно вопрос поставить хочу сказать нет почему потому что исполнители будут платить процент сервису нам как разработчикам этого продукта когда мы проведем рекламную кампанию проекта подключится большое количество исполнителей и в определенный момент мы включим монетизацию 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 эти люди будут платить сервису а часть этих денег получать будете вы 24 процента от комиссии каким образом вы будете зарабатывать вас когда вы становитесь партнерами у вас появляются вот такие две кнопки моя команда и пакет мой бизнес сначала здесь написано мой бизнес но потом когда вы приобретаете пакет название пакета получается и если открыть мой бизнес тут есть исполнители которые находятся в вашем кабинете и вы будете видеть каждого из них и будете видеть сколько они делают заказы то есть можно будет посмотреть сколько этот исполнитель сделал заказов сколько это сколько этот если как кто-то из них не будет работать то есть они реальные живые люди кто-то может заболеть кто-то может машина в дтп попасть и поломаться и так далее кто-то на пенсию идет если этот человек перестанет работать то вы все равно продолжите зарабатывать почему потому что мы будем менять исполнителей если у вас кабинете какой-то из исполнителей перестанет работать будет специальная кнопка здесь реализована вы будете заходить на биржу из числа тех кто зарегистрирован в проект по определенной процедуре можете поменять то есть этого убираете нового ставите то есть по сути что происходит что вы получаете благодаря этому проекту вы получаете возможность создать собственный бизнес на нашей платформе который равноценен как будто вы создаете какое-то свое маленькое предприятие станцию техобслуживания там автомойку гостиницу или любой любой другой сервис по сути самостоятельно вы это сделать не можете если а если можете то это стоит очень дорого много много денег и времени надо потратить допустим чтобы построить станцию техобслуживания или же автомойку необходимо пройти определенные этапы надо там землю взять генплан сделать какое-то по строительству построить это все строителей нанять построить завести оборудование нанять сотрудников научить их работать потом провести рекламную кампанию начать работать а потом еще куча проблем с проверяющими органами и в конечном итоге вы вложите кучу своего времени и кучу своих денег зарабатывать вы будете приблизительно столько же сколько и здесь но здесь вы будете тратить на все это времени где-то ну в среднем где-то около 20 минут в день и то не каждый день по доходности проект будет приблизительно такой же то есть что вы построили станцию техобслуживания или же автомойку или же вы стали партнером нашего сервиса доходность будет приблизительно такая же почему я так утверждаю потому что когда человек зарабатывает на своем бизнесе который сделал на земле на той же автомойке например то у него там куча расходов надо платить зарплаты надо платить налоги нужно платить там всевозможные расходные вещи которые там вода электроэнергия и все остальное и когда человек заработал за месяц какие-то деньги а потом пошли какие-то вычеты то в конечном итоге там доходы не очень большие тысячу долларов полторы тысячи долларов дохода чистого имеется ввиду дохода а он на это тратит кучу времени деньги и все денег и все остальное а вы же можете построить свой бизнес на нашей платформе без всех этих головных болей по сути теперь возникает вопрос а кто может стать партнером по сути партнером может стать абсолютно любой человек который вникнет разберется и станет партнером сколько же это денег стоит для того чтобы стать партнером здесь вот есть у нас кнопочка бизнес места мы нажимаем на эту кнопочку и у нас есть пакеты пакеты можно купить сразу с 30 процентной скидкой или же можно купить в рассрочку с 15 процентной скидкой для тех людей которых вообще нету мы прекрасно понимаем ситуацию что есть люди которые оказались в очень сложном финансовом положении и денег вообще нету поэтому мы сделали возможность выкупа этого пакета в длительный срок то есть заплатите 1-2 доллара и потихонечку стройте свой бизнес на нашей платформе на сегодняшний день у нас существует два вида заработка один стимулирующий а один постоянный который строишь один раз на всю оставшуюся жизнь чем они отличаются стимулирующий заработок заключается в том что есть такая функция как кэшбэк то есть если вы умеете приглашать а даже если вы не умеете я могу научить вас как это делать то вы будете зарабатывать 20 процентов от стоимости пакета то есть если вы пригласили какого-то человека он зарегистрировался в проекте и купил какой-то пакет любой из них то вы заработаете 20 процентов от этой суммы и таким образом эти деньги можно уже выводить на сегодняшний день уже у нас есть партнеры мы набрали уже больше 650 человек в проекте у нас партнеров которые уже получают кэшбэк не все хорошо там приглашают но те кто умеет приглашать они работают вот но основной заработок заключается в том что вы получаете сертификат на бизнес который уже потом один раз на всю жизнь потом этот пакет можно будет продать подарить оставить по наследству своим детям или внукам то есть бизнес вы строите один раз на всю жизнь пакеты можно покупать не один можно покупать два три четыре пакета почему такое количество пакетов мы можем продавать стратегия развития проекта заключается в том что мы будем запускать рекламировать наш проект постепенно то есть для того чтобы проводить мощную рекламную кампанию допустим сразу во всей стране Украины это надо миллионы долларов но мы пошли по другому пути мы будем рекламировать проект по городам и по областям вот начиная с города Киева и области мы подготовимся и проведем полномасштабную рекламную кампанию которая будет идти в этих городах три месяца подряд то есть реклама должна почему она должна идти три месяца подряд чтобы все люди которые проживают допустим в Киеве и Киевской области узнали об этом проекте и начали им пользоваться а те люди которые оказывают услуги в разных сферах они услышат рекламу и начнут регистрироваться в нашем проекте вот нажав на кнопку создать услугу и я так думаю не думаю как бы у меня есть определенные расчеты которые я говорю что где-то в Киеве и области зарегистрируется в районе 100 тысяч человек 100 тысяч людей в разных сферах это и водители такси там сантехники электрики мастера по ремонту холодильников электронной бытовой аппаратуры там и все все 100 тысяч человек из них часть людей уйдет потому что не все люди у нас в этих категориях есть порядочные кто-то начнет где-то хитрить и так далее будет какое-то время становления ну я так думаю что где-то до 30-35 процентов людей после регистрации уйдет кто-то будет делать случайные регистрации но не будет работать но костяк больше 50 процентов людей останется и будет вместе с нами работать и будут появляться новые специалисты новые услуги мы их будем добавлять и таким образом это все будет работать а вы как партнеры будете зарабатывать на тех исполнителях которых мы вам дадим в кабинетах и вот тут вот и возникает еще вторая акция кроме того что вы получаете кэшбэк мы вам еще после старта рекламной кампании когда зарегистрируется большое количество людей в кабинеты дадим людей которые оказывают услуги это реальных живых людей из числа тех кто зарегистрируется и вы будете контролировать их работу это будет 5 человек 10 человек там 20-30-40 человек кроме этого когда вы можете самостоятельно приглашать людей к тем людям которых мы вам дадим без приглашения почему мы так делаем потому что есть люди которые умеют приглашать а есть люди которые не умеют приглашать для тех кто не умеет приглашать они получают исполнителей без приглашения а тех кто умеют они просто будут больше зарабатывать за счет того что они еще дополнительно пригласят людей Почему? Проекту это выгодно. Почему? Потому что вы больше людей пригласите в наш проект. И таким образом проект будет работать. После того, когда мы проведем рекламную кампанию в городе Киеве, мы будем проводить рекламу в больших миллионниках в городах, таких как Одесса, Запорожье, Днепр. А после Львов, ну, большие города будем. Возможно, мы можем проводить рекламную кампанию одновременно в нескольких городах. Допустим, взять 2-3 города и начать рекламную кампанию. Но это при наличии денег на рекламу. А деньги на рекламу дают партнеры. То есть партнеров нам нужно будет очень-очень много, потому что проект мы будем запускать не только в Украине, а в ближнем и дальнем зарубежье. И каждый раз, когда мы будем запускать очередной город, нам понадобятся деньги на рекламную кампанию. Поэтому мы будем привлекать партнеров, чтобы они вкладывали деньги в рекламу и помогали в рекламной кампании. И таким образом что происходит? Что мы объединяемся для того, чтобы запустить классный продукт, а потом всю жизнь зарабатывать на тех людях, которые будут оказывать услуги. То есть вы строите бизнес один раз на всю оставшуюся жизнь. Так, сколько же вы можете зарабатывать в нашем проекте? Вот здесь вот у нас есть такая табличка. Мы исходим из среднего чека. Это 200 гривен. Что такое средний чек? Средний чек это когда исполнитель выполнил какую-то работу по отношению к клиенту. Допустим, водитель такси перевез пассажира с точки А в точку Б. Или сантехник отремонтировал кран. Ну вот есть, кто-то сделал работу на 100 гривен, кто-то на 300, а кто-то на 200, но в среднем на 200. Ну в общем в среднем это 200 человек. Вот у вас есть 10 человек, и каждый из них сделал какую-то работу по одному заказу. Каждый из них сделал. Кто-то большую сумму взял, кто-то меньшую. Но в среднем получается, я считаю, как по минимуму это 200 гривен. И если мы берем средний чек 200 гривен, и комиссия 10% с этого чека, то есть сервис будет получать с 200 гривен 10%, это составляет 20 гривен. А вы будете получать с этих 20 гривен 4 гривны 80 копеек. Это 24% заказа. То есть с каждого заказа, который будет делать исполнитель в вашем кабинете, вы будете получать 24% от 20 гривен. Это 4,80. Но я поставил цифру 4, чтобы легче было считать. Лучше меньше будет, больше, как говорится, заработаем, будет хорошо. Будем считать по минимуму. То есть если у вас есть пакет стартовый, мы вам даем 10 исполнителей без приглашения. И каждый из них делает по одному заказу. 10 умножить на 4, это получается 40 гривен. Ну 48, если правильно считать. 24%. Это вы получаете с исполнителей, которых мы вам даем без приглашения. Если вы пригласите 11, 12, 13 исполнителя в свой кабинет, 14, 15, то вы будете зарабатывать, соответственно, больше. Таким образом идет заработок с исполнителей, которые находятся в вашем кабинете. Кроме этого мы вам даем 5 партнеров. Кстати, 5 партнеров с кэшбэком мы даем последний месяц, до 1 числа. С 1 числа кэшбэк на партнеров, которые даются в кабинете, прекращается. Мы партнеров будем вам давать, а кэшбэк уже платить не будем. Так что поторопитесь, приобретайте пакеты сейчас. Их можно купить в рассрочку, но зафиксировать хотя бы какой-то пакет необходимым. Каждый из 5 партнеров, который будет находиться в вашем кабинете, у него будет точно такой же кабинет, как и у вас. И он тоже будет иметь по 10 исполнителей. Мы им дадим по 10 исполнителей. Хотя они тоже смогут пригласить и 11, и 12, и 13. И в общем сложности, если 5 умножить на 10, это 50 человек. И с этих 50 человек вы будете получать 12%, половины. То есть если с исполнителей, которые находятся в вашем кабинете, вы получаете 24%, то с исполнителей, которые находятся в кабинете ваших партнеров, которые находятся под вами, вы будете получать 12%. Половина от 12, это 4, это 2. 2 гривны. 50 умножаем на 2 гривны, это 100 гривен заработаете за день с исполнителей, при условии, что каждый из них сделает по одному заказу в среднем. Что такое в среднем по одному заказу? Если у вас есть 10 человек, кто-то сделал 3 заказа, кто-то 2 заказа, кто-то 1, а кто-то не одного. А в среднем они сделали по одному. Ну вот так вот приблизительно делается расчет. Хотя хочу сказать, что будут исполнители, которые будут делать и 1 заказ, и 2 заказа в день, и 3, и 4, и 5, и 10 заказов в день будут делать через наш сервис. Но мы считаем минимум. Минимум посчитаем, максимум пройдет, как говорится. Итак, 100 гривен с исполнителей первого уровня. Приблизываем сумму, приплюсовываем сумму, которую вы заработали на своих исполнителей, и для того вы заработаете 140 гривен в день с исполнителей, которые находятся в вашем кабинете, и с исполнителей, которые будут находиться в кабинетах партнеров, которые находятся под вами. Ну а в месяц, если умножить на 30 дней, это будут вот такие суммы. Это довольно-таки неплохой заработок пассивного дохода, если при условии, что вы будете тратить на эту работу где-то в среднем 20 минут в день, и то не каждый день можно делать выходные. Есть у нас еще пакеты базовые. Чем они отличаются? Здесь в стартовом мы даем 10 исполнителей, в базовом уже 20 человек даем. Точно так же даем по 5 партнеров, но у каждого из партнеров уже по 20 человек. Итого здесь было 50 человек, а здесь будет 100 человек. Мало того, в базовом пакете вы получаете не только с первой линии, и со второй линии. То есть у каждого из этих партнеров есть по 5 партнеров своих. И там тоже есть исполнители. То есть вы получаете 24% со своих исполнителей, 12 исполнителей, которые находятся в кабинетах партнеров по вами, и 6% в кабинетах, которые находятся под партнерами, которые ниже вас. Итого 4 делим на 2, это 2 гривны с каждого заказа, а 2 делим пополам, то есть 12% разделить на 2, это 1 гривна. Но 1 гривну вы уже будете получать высокого количества исполнителей. Соответственно, за день можно зарабатывать вот такие вот интересные суммы. А за месяц вот такие. Давайте теперь, наверное, немножко я остановлюсь, и вы позадаете вопросы, что вам непонятно из того, что я рассказал. Доброго вечера. А подскажите, пожалуйста, люди, которые зарееструются после запуска компании, смогут стать партнерами, как заработать? Как это будет? Да, безусловно. Чому? Потому что я же рассказал, что партнеров потребно будет очень много. На каждое место, сначала в Украине, а потом далее, и далее, и далее. То есть нам, партнеров, понадобится очень большая культура, потому что я планую в будущем запустить проект не только в Украине, а в очень больших местах. И Латинская Америка, и Индонезия, и так далее. Чему бы не? Для того, чтобы запустить проект, необходимо сделать всего две вещи. Это перевести сайт додатки на мову той страны, куда мы заходим, и провести юридичную консультацию, чтобы наш проект не повторял законодавство той страны, куда мы будем заходить. И все. И мы можем точно так же збирать партнеров, и точно так же провести трехмесячную рекламную кампанию в тих местах, где мы будем запускаться. Так что те люди, которые станут виконавцами, и вы получите в кабинет, они тоже могут стать партнерами. Давайте повернемся до этого места. Я думаю на ВАЗе, что у нас есть три сущности в проекте. Первая сущность – это пользователи. Это люди, пользователи, клиенты. Это те люди, которые зарегистрировались в проекте и будут пользоваться услугами. Заказывать такси, заказывать сантехников, электриков. В общем, любой человек, который захочет пользоваться нашим сервисом, он может зарегистрироваться. Будем так говорить, это клиент-пользователь. Но если этот человек зарегистрировался в одной или нескольких категориях, он становится исполнителем. То есть это один и тот же человек. Исполнитель и клиент. Почему? Допустим, если вы зарегистрировались водителем такси как исполнитель, а вам понадобился человек, который что-то шьет или ремонтирует, то вы автоматически становитесь в нашем сервисе клиентом. Потому что вы будете заказывать мастера по ремонту холодильников. Хотя вы являетесь исполнителем как водитель такси, но вы будете нашим клиентом, который будет заказывать услугу через наш сервис. И так каждый исполнитель, потому что не бывает такого человека, который умеет делать все. Обязательно все наши исполнители будут и клиентами. И это хорошо, почему? Потому что мы сами себя будем обеспечивать работой на какой-то... То есть все исполнители будут... Тот, кто шьет, будет заказывать такси, а тот водитель такси будет шить у человека, который шьет. То есть таким образом мы будем сами себя обеспечивать работу. Кроме этого будут просто люди, которые будут просто заказывать услуги. Ну и третья сущность – это у нас партнеры. Это те люди, которые помогают запустить этот проект. Ну, я уже, в принципе, рассказал. Еще вопросы, пожалуйста. Подскажите, будь ласка, в чем разница Кабанчик.ua и Хелфи? Давайте подивимось. Как-то кажут, один раз побачите. Кабанчик. Вот наш сайт. Так, давайте... Я... Засекаем время. Я хочу найти сантехника. Ставлю точку на карте. Пишу сантех. Сантехник. И вижу всех сантехников, которые у меня... Сколько времени прошло? Ну, секунд пять. Теперь заходим на Кабанчик. Мы хотим найти того же сантехника. Сантех. Вот, видите, даже сантехник не понимает. Сан... О, нашел. Сантехника. Три... Сантехнические работы. Ремонт. Опишись. Ремонт крана. Адрес. Господи. Ну, в общем, вы увидели разницу, а? Алло. Так, так. А предскажите, у Кабанчик и у Хелфи есть разница в заработку? Смотрите, мы будем заходить на рынок. Чтобы вы понимали, что рынок услуг уже сегодня, вот сейчас мы сидим с вами разговариваем, а он работает. Кто-то заказывает такси, кто-то заказывает любого из полиции. То есть рынок уже, он устоялся. Мы что делаем? Мы просто делаем более удобный сервис. И все. Вот в чем разница? Рынок работает. И со своей, как говорится, статутом мы не можем зайти на рынок. Мы будем делать такой же... Вот, допустим, есть какая-то средняя цена на заказы, на проценты в Кабанчике в том же, да? Ну, как пример рассказываем. Вот. И мы же это поменять не можем. Почему? Потому что если мы, допустим, пример. Если мы... Давайте я на водителях такси. Вот все ездили на такси. Я приведу пример на такси, вам будет более понятно. Вот в Киеве есть много компаний, которые оказывают услуги такси. Это Bolt, Uber, еще там Клон, еще там штук 10-15 могу найти. Вот. То есть фирмы эти работают и зарабатывают. Каждая из них работает и каждая из них зарабатывает. Потому что невозможно какой-то фирме захватить 100% рынка такси. Они между собой конкурируют ценами. То есть у кого-то чуть-чуть меньше цена, у кого-то чуть-чуть больше цена, у кого-то средняя цена. И когда мы будем рекламировать свой продукт, мы не можем поставить цену выше, потому что клиенты к нам не пойдут, скажут, у вас дорого. И мы не можем поставить низкую цену, потому что исполнители к нам не пойдут, скажут, у вас очень мало зарабатывается. То есть мы должны найти какую-то золотую средину между самым дорогим, то, что есть на рынке, и самым дешевым, где-то в средине зайти и сказать, вот для клиентов такая-то цена, а для исполнителей вот такой-то процент. Понимаете? То есть мы будем входить уже в действующий рынок, и поэтому мы будем регулировать цены, такие, какие уже действуют на рынке, между самой высокой ценой и между самой низкой ценой. Самая высокая цена будет невыгодна для клиентов, а самая низкая цена будет невыгодна для исполнителей. Поэтому мы должны найти где-то какую-то срединку. Еще вопросы, пожалуйста. Алло, девочки, мальчик, не стесняемся. Все, вопросов нету, всем все понятно? Выключайте микрофон и задавайте вопросы, не бойтесь, я не кусаюсь. У меня-то вообще слышно или нет? Слышно, слышно. Вы там говорили, что где-то в Голландии будете регистрироваться, там что-то получилось или нет? Компанию регистрировать? Да, компания уже зарегистрирована. Компания зарегистрирована в Голландии для партнеров и будем параллельно еще регистрировать в Украине. Но для партнеров компания зарегистрирована в Голландии. Почему? Потому что мы будем делать этот проект во всем мире. Сначала в Украине, а потом в ближнем и дальнем зарубежье. Компания зарегистрирована. Еще вопрос. А сейчас нужно какие-то документы заполнять? Что-то вы говорили, какие-то надо будет что-то писать? Договора. То есть я на прошлой встрече говорил, что всем, кому нужны договора, обращайтесь ко мне в личном сообщении, я вышлю договор, мы договоримся, как мы с вами с ним обвиняемся, и вы его почитаете и обменяемся. То есть эта процедура уже работает, и многие партнеры уже получили договора. Здесь в чате есть люди, которые уже получили договора? А что они дают эти договора партнерам? Ну, смотрите, я же говорил, что вы можете потом продать, подарить или оставить по наследству этот продукт. Соответственно, вы этот договор передаете человеку, которому вы продаете свой кабинет, или же дарите, или же оставляете по наследству. Ну, взаимоотношения между партнерами и сервисом будет. А, понятно. Я думал, что вот эти пакеты, которые покупаешь, за них это через договора надо, да? Понятно. А еще вопросы, пожалуйста. Так, ну, если нет вопросов, тогда будем заканчивать. Значит, еще раз повторюсь, что сервис очень простой, его нужно развивать, поэтому мы ищем партнеров. Партнеры – это эти люди, которые помогают. Да. Сколько осталось еще партнеров? Где-то в районе 300 человек, в зависимости от того, какие пакеты будут покупать, дешевые или дорогие. Если все дешевые, то немножко больше, если дорогие, то меньше. Это 300 человек. Я сейчас запускаю, я испытываю сейчас TikTok. Я там запущу рекламу, и потек пойдет намного быстрее. Я планирую, что где-то в осень, осенью мы уже должны начать рекламную кампанию. Давайте раньше. Ну, давайте быстрее партнеров. Ну, нам еще нужно дотестировать приложение и сайты, чтобы оно все работало. К старту рекламной кампании у нас должно четко работать все приложения, Android, iPhone, сайт, чтобы мы уже, когда начали рекламную кампанию, чтобы люди не жаловались на том, что у нас там кнопка какая-то не работает, или человек зарегистрироваться не может, или там пароль не может восстановить, или что-то еще. То есть надо будет это все протестировать. Я создаю группу, которая тестировщиков, кто может, напишите мне, я присоединю вас, и будем потихоньку тестировать. Я думаю, что мы за месяц уже все это регулируем. Сейчас язык мы переводим сайт на украинский, на английский язык. Вот, буквально в ближайшее время появятся три версии. Это связано с законодательством, потому что мы не можем выйти на рынок Украины ни на украинском языке. Поэтому сейчас эта работа проводится. И большое-большое спасибо партнерам, которые помогают в переводе. Там очень много переводить надо. Одних категорий, там я насчитал больше 700 штук. Категорий под категорией. Скажите, а из России вы можете многих партнеров подключать? Не повторите, пожалуйста. Из России планируете новых партнеров подключать? Нет, с России не планирую. Ну, старые партнеры, которые были зарегистрированы, там все нормально, да, ВОИ? Те, кто пришли до войны, мы уже оставляем вас. Надеюсь, что вы не поддерживаете эту военную операцию. Уже мы не можем, а вот новых мы не берем. Поняла, спасибо. Еще вопросы есть, девочки, мальчики? У меня такой вопрос. Я хотел бы поинтересоваться. Хорошо, тогда будем... Здесь только через Android, или же можно через ноутбук, компьютер, ну, я имею в виду, стационарное? Ну, вот через стационарный сайт, он называется Healthy Me, вот видите, я вот здесь вот выделил. Набирайте сайт, и там, пожалуйста, через это работаете. Я же только что говорил, что мы будем работать через приложение Android iPhone, через сайт и через колл-центр. Ну, для тех людей, у которых нет обыкновенные клопочные телефоны. Ага, понятно. Доброе, спасибо. Еще есть вопросы? Пожалуйста, добрый вечер. Каким образом оплачивается вам пакет? А, вот здесь вот есть кнопочка. Вот видите, внизу я демонстрирую на экране, видите она зелененькая? Нажимаете на эту кнопочку, открывает пакет, прокручиваете вниз, и здесь есть кнопочка купить. Купить в рассрочку или купить сразу. Но если у вас совсем денег нет, тогда обращайтесь ко мне в личку, и я говорил, что можно начать даже с доллара. Но имейте в виду, что вы покупаете полноценный карп-пакет, но просто вы выплачиваете за него постепенно с помощью кэшбэка, работы. То есть вы зарабатываете на пакете, пока вы его не заработаете, пакет будет, он будет активирован, но он не будет полноценный. Допустим, до старта, вот такой пример приведу. Если вы взяли пакет и не успели выплатить до старта рекламной кампании в городе Киеве, допустим, вы заплатили 30% от стоимости пакета, или 10%, или 20%, или 30%, или 40% от стоимости пакета, то я вам количество исполнителей в Киеве дам именно то, которое вы выплатили. Допустим, вы выплатили 30%, значит, вы исполнители получите 30%, а уже остальных исполнителей вы получите с других городов, когда выплатите пакет. Еще, пожалуйста. Еще вопросы. Значит, смотрите, вот здесь у нас есть кнопочка «Пригласить». В мобильной версии, вот тут еще есть кнопка «Поделиться». То есть вы можете приглашать партнеров, нажав на вот эту кнопку «Пригласить», вот тут появляется слово «Скопировано». Видите, вот надпись. Когда вы нажимаете два красненьких квадратика, появляется кнопка «Скопировано». И вы можете отправить эту ссылку любому человеку в Телеграм, в Вайф... Вот как это делается. Сейчас я покажу. Вот я скопировал, я зашел и вставил эту ссылку, вот она пошла. То есть, если человек зарегистрируется по этой ссылке, он попадет в мой кабинет. А если вы такую ссылку дадите другому человеку, то он зарегистрируется, попадет в ваш кабинет. Вибачьте, у меня звезок был, пропал. А вы сказали, если у кого-то нет денег совсем, то что делать, чтобы снять партнеров? Пишите меня в приват. Вот смотрите, тут вот есть наш чат, в котором все партнеры находятся. Тут есть закрепленное сообщение. Нажимаете на него, и тут есть, вот видите, «Founder Healthy». Нажимаете и отправить сообщение мне, нажимаете. Сразумело? Так, так, Дякую. Все, будь ласка, запутание. Еще такой вопрос. Скажите, у вас в эквиваленте в долларах. А как в гривне это можно? Можно в любой валюте вам это сделать? Да, у нас на сегодняшний день есть партнеры с Канадой, с Испанией, Италией, Грецией, Польшей, Прибалтики, Японии, Казахстана, Узбекистана. То есть в Грузии есть партнеры. То есть люди, с любой точки земного шара могут люди стать, кроме России, партнерами. По курсу, конечно. А Белоруссия тоже? Что? А Белоруссия тоже? Не, белорусы могут стать партнерами. Мы прекрасно понимаем, что на уровне Белоруссии с Украиной, а это их власти только. У нас есть партнеры с Белоруссией и становится Белоруссией. А подскажите, можно приглашать людей из любых стран, партнеров? Так, так, я же сказал, что у нас уже на данный момент есть партнеры из Канады, из Италии, из Банны, Греции, Израилю, из Японии даже есть. Так что, залучайте, когда вы залучите в проект какого-то человека, который станет партнером, вы заработаете 20% кэшбэка. А тут так и написано, бачите, вот тут кэшбэк за приглашенного 20%. А з цього приводу все привязано до доллара? Ну, дивіться, нам треба зібрати гроші на рекламную кампанію. Якщо б я не привязывал до доллара, доллар уже, естественно, скакает, то тому привязка до доллара йде. Ну, зараз у нас курс немножко трошки нижче, чем ей. Якщо вы зараз тут же купите нажать, то сумма будет по курсу немножко меньше, чем на данный момент в Украине. Выгодный курс у нас. А еще, будь ласка, питання. Так, ну, если нет вопросов, или есть? Скажите, пожалуйста, а если вот мы ранее, еще до этого всего, перевороты этого, регистрировали с Россией, то мы тоже не участвуем? Нет, я же сказал, те, кто до войны пришел, мы оставляем этих партнеров. Уже с начала войны мы новых партнеров с Россией не принимаем. А вот договора вы говорите, их можно и потом, в будущем, как бы, если что? Да, да, в любое удобное для вас время. Когда вы решите, пишите, не приват, хочу заключить договор, мы уже там в привате обговариваем, как мы ими обменяемся, каким способом. Спасибо. Еще есть вопросы, друзья? Давайте поднажмем, сейчас осталось еще немножко, последний рывок и будем запускать проект. Так, если нет вопросов, буду заканчивать. Всем большое-большое спасибо. Теперь я встречи буду проводить почаще, потому что сейчас будет поток людей намного больше идти, для того, чтобы они более конкретно ознакомились с проектами, я буду проводить эти видео встречи. Всем спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»